Всем привет! Всем доброе утро! Мы сегодня встали и сразу первым делом кормить котов. Они вышли, сейчас мама им там насыпет. Белый убежал, да, Рыжий под сараем сидит, я его видела. Они сейчас прибегут? Ну да, сейчас. Китикеты им насыпать. Папа сказал побольше, потому что Новый год. Да? Типа это? Подарок? Дед Мороз? Типа это? Гулянка. Гулянка. Тут такие они красивые вообще. Здесь белый кот один, такой белый с серым. А вон он вышел, кстати. Ой, красивый какой. Это кошечка. Кошечка, похоже, да. Мордочка такая узенькая у нее, классная. На Олину похожая, да? Ну да. Вон, пошел кушать. Раз. А где вторую? Она, я смотрю, самая смелая, да? Но она и самая красивая. Не, она не самая смелая, она самая пугливая. Но она очень красивая. И она, видимо, очень голодная, раз она даже сейчас нас не боится и сидит ест. Ну да, она вот там сидела, мне кажется. Да, она ведь сидела. Да, 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 она сидела на компотнику. А ты в пикпай не упадешь? Да не должна. Такой красавец. Или красавица. Пушистый, классный. Вот, а второй кот или кошка. Рыжий, ну, скорее всего, кошка, потому что трехцветный. О, сидит наблюдатель. Не-не-не-не-не, сиди на месте, сиди там. Деловая колбаска. Деловая колбаска. Сиди, сиди, нечего. Женя там уже. Самый предприимчивый вышел, да. Но она самая голодная. Да. Ты видишь, как пингвины стало. А что с ними стало? Промокли, что ли? Пингвины, как пингвины вроде нет. Елочка красивая. Может, к ней просто досочки проложить? Хотя ее из окна не видно. Вот что. Так, осторожно, наливай, он не наступает. А. Только по кучкам. Оп. Всем по чуть-чуть. А вон тем. И тем тоже. Тем тоже? О, а мы говорили, у нас семечек нету. Вчера искали семечки. Мамочки, ничего себе тут. Глядь. Не говорим, а вторым. Да. Декабрь, что. Ой. Так чавкает. Романтично все. На лучи ли они тут? О, отлично. Осторожно, не подскользнись. Ай, мамочки. Интересно, воды в колодце много? Слушай, я что-то сейчас посмотрела на нашу глину. Мы не пройдем в лес. Может, там так же? Я думаю, что похоже. Капец. Ну-ка, сколько там воды? Она мне не обезьяна. Она может быть там, где глина. Какая себе. Ты видела? Вот так вот, вровень с землей. Ну правильно, выше-то не поднимется. Ой, даже льдом подернуто. Да. Ничего себе. Ну здесь-то не страшно? Так, все, я пошла. Ага. Здесь не страшно. Так. Опа. Масяня. Смотри, Масяня. Ноги какие. Видал? Вот так вот. Так, сейчас надо будет как-то здесь. Обтереть обо что-нибудь. Жесть. Ужас. Да. Красота. Вон еще второй присоединился. А что они из-за одной-то едят? Так теплее? Не знаю. Ой, оба красивые такие. Да какой добрались, кто едят. Мы решили немножко прогуляться в лес и нарезать веточек еловых для запаха домой. Ну или сосновых. Может быть где-то что-то упало. Подобрать. Живое еще. Ой, сейчас мама Оле позвонит. Может быть она подскажет, где лучше всего найти такие веточки. Слушайте, так пахнет лесом, как будто бы... Ай, как будто весна прямо. Такой кайф вообще. Правда грязно, конечно, но ради этого запаха я готова грязь потерпеть. Такая красотища. Снега почти нет. Минимум. Ну что, не сюда мы зашли, да? Да, она сказала, как калиновским лучше идти. Вот, я говорю, там елки. Как пойдем? Надо выходить обратно и топать через наши участки, да? Здесь, я боюсь, мы не пройдем. Здесь, по-моему, тупик до участков и все. А здесь мы... А, нет, мы здесь должны пройти. Пойдем. Знаешь где? Где вот напорная башня? Сейчас мы будем, кажется, плутать. Где вот напорная башня? Пошли, чё? Я не уверена. Это прямо на калины, а там выход... А, ну там выход в лес от них. Ну, пойдем посмотрим. Будем посмотреть? Да. Вот ель. Ну, правда, большая. Под корень? Веточки. Ой, какие они все зеленые. Вот ель. Вот ель. Там машин полный стоит. А где у нас водонапорная башня? Наверное, еще дальше, да? Да здесь, по-моему, тупик, я говорю. Здесь... Это наши участки, не калиновские. Это наши лесные. Ого. У меня даже собак не было. У меня вот с собой. Да я понимаю. Водонапорная башня. Где у нас с тобой висит? Вон она, вон она. Емкость. Нет, это башня, емкость наша. А, емкость наша вон там. Но я думаю, что туда выхода нет. Мы можем бить. Понятно. Обслуживание должно быть. Ой, вот тут сто лет не было. Да, в доме кто-то есть. Вот это открыто. Это хорошо. Без собой, это были бы лучше. Раковине не нужно? Нет. А что здесь за бардак-то? Какой? Ой, кучу машин стоит. И на участке еще тоже. Какие-то раздустные машины. Неужели нет выхода? Ой, свалка вообще. На участке свалка прям. Тульские номера. Или пик? Да нет, тупик. Я же говорю, здесь. Да. А нашу емкость я так не вижу. Где она? Дальше она на ножках стоит. Ага. Значит, здесь. Ну да, придется возвращаться. Здесь тупик. Да. Все закрыто. Ну, все, пойдем. Такой срач. Такой срач, говорю. Здесь такой лес был, да? Да. Нафига продали участки эти. Сплошные машины стоят на участке. Угу. Ой. Еще пройдемся. Пока нас не было, ребята тут украсили дом. Точнее, место, где мы будем отмечать. Ой, красота. А что, не пойму, в несколько слоев гирлянда, что ли? А, нет, у нее 4 провода. Она в 4 провода. Ничего себе. Вау. Красота. Ой, как мне вот эта гирлянда нравится. Мне кажется, она разошлась, кстати. Потому что мы ее когда только включили, она так тускло-тускло горела. А сейчас, я смотрю, горит хорошо. Красиво. Вот это вот вообще старинная гирлянда. Гирлянда 1800... Ой, 1800... 1980 какого-то года. 1986, по-моему. Ой, вообще. Красота. Это нам подарили. Спасибо большое. Красивая гирлянда. Гадость какая! Ужас. Все тут. Стас, дюшами теплыми. Стас, спроси ее, она там оливье нарезала? Вы там оливье наделали, вот Паша, укреба. А Машенька все лопает и лопает. И хорошо себя чувствует вовсю. Молодец. Умница. Вкусно? Оладушки со сгущенкой. Ага. Только спиной клик. Дед, не замерзнешь? Давай бороду. Да, борода с усами. Подожди, ну куда ты? Держи руками. Нет, дырь. Нет, там дырка для носа. Нет, это для рта. Для рта. Зачем ему рот? Боря, дед, не замерзнешь. Вот здесь вот, прямо здесь, прижми ее. Не вздумай ее потерять. Слушай, знаешь, что ли, усы вот здесь должны быть. В общем, короче, тебе это не важно. Женя там скребет. Сейчас, выгрузите. Женя. Все уже, все в порядке, не переживай. Тапочки только, правда, совсем не Дед Морозовский. Ладно. Слушай, подожди, чем глубже, чем глубже, тем лучше будет. Вот подними, ты замерз. Ты замерз. Слушай, дай что-нибудь завязать. Шарф Машкин. Иди, Морозовский. Украл шарф Машкин. Алла, что ты ржешь? Принеси что-нибудь веревочку. Куда ты веревочку-то? Да подожди. Вот, вот, мизинок принеси. Ну, какая-то. Ты сейчас штуки расстрежешь. Сейчас, Дед, Дед, погаси. Что вы хотите сделать? Как он ее смотрит? Дед, здоровый какой-то. Иди сюда. Такой же отличный, отличный. Шапку в трусы заправьте, все. Чуть-чуть бороду приправить. Чуть-чуть. Да там все, ну, смысл-то я тут. Туда ведь и нафиг, Дед Морозов, не дойду. Ну, подожди, мы хоть тут-нибудь завязать. Это лучше распахнется, Настя же. Ну, да, нет. Пузатый какой-то, Дед Мороз, тоже. Ты к нам, это, калетки пригляни, не дружи. Я ей, что мы хромать, понял? Все, отпустишь. Пинчи, ходи, пожалуйста, 352. Как у Фриц. Как у Фриц. Как у Фриц. У нас как бы это, проблемы какие. Вот мешок, тычок, мешок такой огромный. Давай, помогай. Какие у вас проблемы? А пусть Дед прям мешок оставит здесь, под елкой. Потерял мешок. Ты там это, ты там чекнешь случайный, Дед бросит мешок и бежит. Давай. Трозливый Дед какой. А уж извини, какой езж. Здесь подарки только Машке, правильно? Да. Ничего не развязали, мешок бросил и убежал. Зачем? Ты что, наоборот, весь ритуал. Ты не завязывай его, не надо, пускай он его в руку возьмет и все. Потом не завязывай, а не убежал. Машке. Подпишите, Маша. Это что? Это мешок-то очень маленький. Почему? Ну, в смысле? Да, из-за костюма. Скажите ей только, что я мыться пошел. Ну, а что ей? Ну, да. А что ей? Ну, да. В темноте там не видно будет. Тогда надо везде вырубить цвет нафиг. Так она везде вырубит. Во всем поселке. Пойдет. Мой коленка. Мешок закидывает вперед. Так, дед, ты готов? Вы готовы, Саня. Ты главное, молчи. Наши деды, Дед Морозе. Тише, тихо. Так, ты молчишь, ты помнишь? Вообще молчишь. Ты помнишь? А где я тебе другие-то возьму? Какие были такие-то? Главное, вот так. У меня нос чешется. Начинается. У тебя такая попа рельефтная, кстати, поручилась. Из-за пуховика. Короче, тапками не очень свети, ладно? Давай ручку тоже никогда не видим. Я не хочу посмотреть. Да? Все, взять, все, взять, взять. Смотри тихонько. Только тщ-тщ-тщ. Посмотри, посмотри. Посмотри. Тихонько, ладно? Это должно быть наверху. Звездочки, по-моему, должны быть наверху. А это все внизу. Может быть. Да. И вот нам что Дед Мороз принес. Да. Кроватка. Для Машиной куклы Бэби Бон. Да. С очень неудобным креплением. Да. И с вот таким вот мобилем. Здесь даже есть мобиль. Здесь колыбелька. Что это называется мобиль? Не знаю, потому что это называется мобиль. Да? Да. Нет, это колыбелька. Ну, хорошо, какая это будет колыбелька. Также куклу Барби. С всеми гнущимися частями, которые только можно представить. Гнется все. Даже туловище гнется. А что за звук? Дед Мороз не хочет? Нет. Он уже ушел, Машура. Доброе утро. Сразу, я думаю. Самат не видела? Наверное, уже сел с Аней. Да, я думаю, он уже даже уехать успел. Да. Я думаю, он уже даже уехать с Аней успел. Да. Желко, что я не видела его с Аней и оленей. А Сани, наверное, на дороге стояли. На дороге? Да, забор-то у нас сплошной. Ну да. Не видно. Не видно. Да. Одно, что он на машине ехал на своей? Не, не думаю. Дед Мороз на санях ездит. Ему водить сани? Нет. Ему не нужно водить. У него волшебные сани. Ну, сани, которые мучаются. Да, одеялка и подушечка, и матрасик еще. Да. Что? Получилось? Наконец-то. Теперь матрас. Матрас. С остальным я сама. Нет, подожди. Боковинки. Маш, подожди. Еще боковинки. Боковинки. Заборчик. Чтобы она не упала, да? Конечно. Чтобы она не упала ночью. Она ж маленькая. Пока не умеет без забора. Угу. Она еще маленькая. С одной стороны надо, и с другой. А ты, Света, подмышкой-то, Маш? Матрас. Матрас. Прям настоящий матрасище. Угу. Это как будто... Это как... Ну, не язык ей, да? Это как поплавок. Давай, Машуль. Давай. Вот, Бобя, Бобя. А что ты мне тут кайф лад делает? Никто не знает. Своё увидит. Возле печки. Стой. Трудно сказать. Стой. Вот. Ну-ка. Вот. Нормально? Ещё это надо. Пап, стой. Ещё это надо. Одеяло? Одеяло. А мобиль ещё? Мобильчик. А, да. И ещё. А, мобиль просто, видимо, вот так. Не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас покажу. Помоги, ну так. Так, Машулька, смотри. Вот сюда, иди ко мне. Иду. Вот здесь, видишь, специальный рычажочек есть. Переключи его. Вот здесь вот. И здесь? Да. Нашла? Нет, нет, нет. Вот, 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 вот кнопочка. Вот. От себя. Переключи её. Ко мне. Переключила? Да. Переключила. А теперь вот кнопочка. Это работает. Угу. Должно крутиться ещё и это. Ну нет, Машулька, это просто так крутится. Это игрушка будет. Это, это, кукла сама будет бить и крутится. Это просто музыка. Просто музыка. Давай же попробуем туда боби-бон уложить. Так ты её бери и тащи наверх. Хорошо. Кого? Кровать наверх? Кровать наверх. Нет, давай тут попробуем. Ну давай, как тут. Так, пора бы ей новый памперс. Да? Да. Надо переодеть, но не на полу её, наверное, переодевать. Ты её всё-таки в кровать положи, а потом уже переоденешь. Да? Угу. Так. Вот, попробую её в эту кровать положить. Ну как, влезает? По-моему, влезает. Надо только ноги её опустить пониже, да? Да. Ноги надо пониже. А ручки ей, наверное, вверх надо. Да, вверх, под них одеяло. Да? Наверное, так. Хотя можно и так накрыть. Подходит, да? Да, подходит. Так, как ей тут... Как она будет бить-то? Как? Вот так, да. Рукой. Вроде да. Нет, ей ещё дедушки нет. Как дедушки нет? Дедушка здесь был. Был и здесь. Ну, ушёл. Что? Ну как, вроде всё, да? Так, Жень, это не Дед Мороз. Маша. Да? Дед Мороз твой ушёл, дверь не закрыл. Холоду напустил. Ничего. Пап, ходил сейчас дверь за ним закрывал. Он же не знает, как наша дверь закрывается. Нет, ему просто не холодно, он поэтому и не боится мороза. Смотри. Смотри, как нужно. Вот так. И ручки вниз опустите. Смотри, как колыбельку нужно. Да. Во, смотри. Подходит сюда. Спит теперь Бэби Бон в своей кроватке? Да. Ещё можно тут спать. Стой. Все готовы, почти. Сейчас будем провожать. А может бахнем? Обязательно бахнем. А может ты хочешь здесь, рядом с ней? Да нет, нет, нет. Всё, вот она здесь селит, потому что я ещё буду горячим горячим. Порядничек. Вкусно? Кто кол вас угрызёт? Нет, а я здесь, надо селит. Кабачки с чесноком и сертаки, красная рыбка, салатик крабовый, жареный. Нет, не крабовый, это с морскими гадами. Простите, это с морскими гадами, да. Шампиньоны жареные, они потемнели, они не сгорели. Селёдка. Баклажаны в соевом соусе и с чесноком. Оливье традиционно. Красная икра. Нарезка. И это ещё нету горячего, будет ещё горячее. И за Машей ещё стоит хлебушек. Так что сейчас будет очень-очень вкусненько. Кто-то уже себе Оливье наложил, я смотрю, да? Шустро так. Потому что уже 23-20, мы никак не сядем. Да сейчас сядем, не переживай. Папа всё боится, что мы год не проводим, останемся в старом году, да? 23-19. Вот так вот. Серьёзно? Да, какая штучка. А ещё и всем твоим друзьям жадно. Это железный аквариум. Если это ещё можно есть, то вообще ему цены нет. Даже если это есть нельзя в качестве украшения. Что значит есть нельзя? Ты чего, Боря? Это можно есть. Даже если. Я же старалась. Мы же договаривались ничего не делать. Ладно, мы-то предатели. Ну а мы-то мы такие же предатели. Так, у нас под ёлкой тоже подарки. Да. Я правильно беру, нет? Неправильно? А я не знаю, по содержимому. Да, ты правильно, всё правильно взяли. А, и правильно берём. Что тут у меня? Вот оно, шампанское чинзана. И у тебя... Они разные. А у него синенькое, а у меня розовенькое. Да. У меня асти. У тебя розовое шампанское, а у него асти. Ух ты, вот это да. Так, держите. Будем пить, пить, нам не перепить. Дальше что ли? Ой, вот это я очень хотела. О, Алла, это длинный, длинный который, да? Спасибо, ребята. Закусочка. Спасибо. Закусочка. Папа вдохновение выдашил. А у меня десертная закуска, вот. Вот такая красивая. Рафаэл, обожаю Рафаэл. Спасибо, ребята. Спасибо большое. О, вот он. О, батюшки. Динамо бежит. Это футбольный шарф. Как выяснилось, что он футбольный и хоккейный. Оле-оле-оле. Динамо вперед. Теперь комплект. Нет, комплекта еще далеко. И судя по тому, где я был, там такое количество. Комплекта. Красота. Посмотрите, что на шарфе написали. Спасибо большое. Ура. Это да. Что? Собакину одному внизу. Дима, в связи с нашим климатом. Одно удовольствие. Спасибо. Не на рубалочку, но дому ходить. А, блин, они монеты не промокают. Их надо на снег носок обраться. Калоши нужны. Таково? Калоши. Калоши. Так, Дима, ну-ка, мерей. И тигру ног мы их сели. А ты как хотел. Вот так. Что, великит? Толстый носок. Нет, с носком отлично. Они не должны быть в аптечку. Они, на самом деле, офигенно работают, как тапочки. Отлично, Дима. Главное, я хочу сказать, главное белые. Отличные тапочки, главное белые. Сказали, что белые более качественные, чем темные. Почему, да? Да. Шерсть, видимо. Да, да, здесь особая шерсть, да. На, иди понюхай. Особая увалка. Да, белые лучше, чем серые. Так, а это, ну, у нас все подарки теплые. А это Аллочки для тепла. Когда она будет сидеть, читать в своем кресле. Это мое теперь кресло. Твое кресло? Я у тебя его конфискую. Значит, два подарка тебе. Посмотрим, кто у кого что конфискует. Так, открывай. Мама. А? Помой мне все, что жула. Умничка, и ты помыла, я смотрю, правда? Так, это что? Это мой будущий плед. Это плед. Это мой плед, он мягкий. У тебя есть плед. Да. Да, и что? Ты у меня забрал плед, в который я заворачиваться хотела. Алла, подбирала по цвету, под вашу мебель. Спасибо. Вот. Ух ты. И большой. Ух ты, мам, так красиво. Спасибо большое. Супенько, это такое. И он очень мягенький. Да, он очень мягенький. Он мягенький. Посмотрим через месяц. Так, папа. А, валеньки офигенные. Мне подарили валенки, вот такие. Смотришь. В валенках, да под плед. Давай скорее. Сейчас. Сюда много Машу вместить. Очень много. Так. Хоть. Хоть. Вот так. Я вот, собственно говоря, предлагаю вот так вот и идти, да. Салют взрывать. Вот такие подарки. Маша в валенках, Дима в валенках. Красота. Алла в пледе. Алла уже без пледа, кстати. Алла уже без пледа. Плед уже у Маши. Но у меня есть свой синий, который дали мне в самолете. Ух ты. Это больше. У меня есть свой, он тоже мне подходит. Маша, вы вдвоем уместитесь. Вдвоем? Да. Попробуем. Две девочки красивые. Ну как, мы как снегурочки. Как снегурочки. Красота. А теперь идем бахать. Бахать, бахать, бахать. Поехать, погнали. Ты куда? Мы в ворота. Зачем в ворота? Они калитку открывают. Они калитку открывают? Да. А как мы закрывать будем? Они не подумали? Ну, иди сюда, пап. А то ты долго отходить будешь со своей ногой. Да. Может, еще дальше надо отойти? Дима, главное, ты тоже отойди, Дима. Да ладно, вот это мне нравится, самое главное. Да ладно. Может, я подожгу? Ну, иди, ой, пап. Ну, и сейчас точно. А на сколько нужно отходить? Да это фонтан, не на сколько. На ноль. А зажигалки нет? Есть. Зачем зажигалка? Спички есть. Я понимаю, как там со спички выпьет. Ну, они не горят, ну. Ну, ты видишь? Так, пап, мы сейчас уснем. Зажигалка есть. Давай, короче, салют запускать. А не какую-то шпичку. Главное, ветра нет, а спички не горят. Есть зажигалка? Есть, наверное, тоже. Может, слишком холодно для спичек? Нашло белое для зажигалки. Отходи, фонтан. Это фонтан, это фонтан. Нормально, это фонтан. Да. Во. Ура! Ой, они как-то в разные стороны летают. Прикольно, разные заряды. Фонтан. Все. Обидно, они нас ненавидят. Прикольно. Стой, стой, Маша, куда пошла? Не подходи, Маша. Пошли, иди сюда, Масянь. Да дальше не надо, мам. Но он вверх. Да. 30. Все, стой. Вон, вон туда вот на травку. Встань, пожалуйста, Маша. Только не на лужу, конечно. Вон, в домик встань. Все, стоим. Ого, Димка отбегает. Да, да. Во. Ого. Опа. Ходи в сторону. В сторонку. Что-то она в разные стороны летела. Я говорю. Я не хочу. Что-то она в разные стороны полетела. Все. Все? Да. И Дмитрий. Беги. Я валю, говорит. Вали к нам. Вали к нам. О. Ура. 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 Вот это удачная была. Это очень хорошее. Мы, кстати, все вокруг задымили. Ну да, ну, понятное дело. А на дальней удаче тоже задымили. Вот дым какой. О, да. Классно. Вот это было классно. Да, это было красиво. Очень красиво. А та, видимо, просто неудачная была. Она, видимо, какая-то неровная. Она долбанула, подкачила. Одну отстрелила в сторону. Видимо, что-то, да, с ней не так. А потом устаканилась. А эта более устойчивая. Она квадратная. Давайте этот фонтанчик еще один там есть. Фонтанчик, пошли. Порядочек. Папа у нас экстремал какой-то, а? Маша предлагает петарды поджигать. Кошмар. В шутку, конечно. Но все равно. Что такое, пупсик? Фейерверк. Все, смотри. Сейчас будет еще фонтанчик. Так и все, и пойдем. Да, наконец-то. Фонтанчик будем? Поджидаем? Ну, давай. Только отходи сразу. Он у него под мышкой. За меня спряталась? Сюда. Но все равно. Ва-а-а! Облако такое идет. Маленький, а вонький. Здесь меня. Классно. Прям домашний, видно сразу. Прям домашний, да. Все, что ли? Дай мне садочки побахать. Блин, ну очень громко. Нет, я... Давай задоленье. Да, я громкую не буду. Хорошо. Только без рук не останься. Хорошо. Держи фонарик. Давай. Какую? Нет, все, идем домой потихоньку. Я думаю, что он по дороге добахает остальные. Все. У нас 2 часа ночи. Даже не 2 часа ночи. Да, ну, начало третьего. И Машулька уже укладывает собачки, но первым делом укладывает свою бэби-бон. Да. Уложила ее, одеялком накрыла. Да. Молодец. Сейчас буду включать ее колыбельку. Да, у нее только колыбелька такая громкая. Она нормальная. Да, зато она светится красиво, да? У нее тут кнопка. Угу. Сейчас я ей колыбельку. Давай, давай, давай. Красиво. Да. Ну, все, пора спать. Да. Она уложилась. Ей подсветка тут. Точно. Да, ей подсветку сделали. Так, я ей еще... Давай последний разочек, и байки, ладно? Я ей еще подкручу колыбельку. Чтобы она заснула так, чтобы ее не разбудить. Вот. Все, ребята. Всем спокойной ночи. Всем пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok